Над Ливбарзе пролетели на восточную сторону. Внимание, внимание! Они уже глазки открыли. Хей! Всем привет! С вами снова Андрей, канал Серверок. Пока все работают, учатся. Я работаю дальше со своей террасой в одну пару рук. Вот решил поделиться своим решением, как я справляюсь с немножко кривыми досками и как их можно подправить. Потому что иногда достаточно тяжело прижать и крутить одной, двумя руками. Сейчас покажу, что я придумал. У меня есть такая вот пластинка. И у меня есть такие клампы. Просто к лампам притягиваешь, вот и все. Есть, я смотрел, разные способы есть. Можно также что-то здесь вкрутить, ломиком как-то под это самое. Я подумал, для меня такой вариант не подходит. Все поджал И закрутил. Я себе такую дощечку сюда подкладываю. В общем, работаю, работаю, сидя. У меня сидячая работа. Так, сейчас посмотрим. Может, немножко здесь тоже. Привет, Эдгар из Ливбердзе. Получил я видео, Ева записала. Было бы очень приятно слышать приятные слова. Приятные слова всегда приятно слышать. Да, Эдгар передал привет через Еву. Видео Ева записала, она мне прислала. Да, папе я тоже переслал. Мы живем в Латвии, канал. Да, у нас тут по соседству все уже, уже, уже начали пилить лес. Там, где у нас солнечные панели строят дальше, да, там уже они, наверное, скоро закончат. Потом они поедут в ту сторону. Да, в том краю, там получается такой, как бы, острый такой уголок, треугольник, получается, лес там такой. И они потом пойдут сюда, сюда, сюда. Где-то, примерно, где-то вот в этих краях лес они прекратят пилить. И получается, приблизительно где-то, приблизительно где-то отсюда лес этот пока еще останется. Ну, я подъезжал к этим, к лесорубам этим, которые там подготавливали дорогу для этого харвестера, который именно, вот он сейчас, он там вдалеке работает. Там, вот, ну, правда, вы не привыкли к этому лесу, да, я-то знаю. И я уже вижу, я попробую приблизить. Вот там такое, как бы, немножко уже прореженное такое вот. Вот, сейчас пальцем покажу, вот тут вот. Там они уже проредили, уже все к чертям собачьим, все поспиливали. Вот. И, в общем, эти лесорубы подготавливают, я так понимаю, дорогу для этого харвестера. Там какие-то мелочи спиливают. И потом заезжают уже техникой, они там спиливают. Ну, когда он начнет пилить, я вам обязательно сниму ролик. Да, когда приедут, обязательно сниму. А еще, у меня так получилось, что мне подогнали, подарили пару сосенок и пару елочек. Ну, такие капсульные варианты, которые там совсем такой, там, типа, корешок такой маленький. Не знаю, где он там их достал, где купил. Говорит, очень тяжело достать. Сейчас я покажу, где я вам посадил. Об этом даже и Ева не знает, где я их еще и посадил. Здесь у меня три елочки. Я, как бы, хочу ветровую дополнительную стенку. Я тут уже посадил елочки и такую стеночку. Тут у меня одна высохла, кстати. Пришлось вот это вот посадить, пересадить. Бедняжка. Там у меня, как бы, вроде бы и этот самый торт был. Как бы, я их в прошлом году очень много поливал. Ну, бывает, как говорится, в семье не безорода. Ну, вот высох он как-то, не знаю. Все остальные как-то более-менее прижились. О, так, еще один у меня тут поврежденный. Слушай, а этот, походу... А, этот я сам его спилил тут. Да, и косилка заехала. Ну, мы посмотрим, выживет, не выживет. Надо попробовать подлить его еще немножко. Да, 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 да. Ну, в общем, вот так вот у меня. У меня тут вот эта сосна большая. Уже много лет уже еле. Ну, уже к десяти или годам, наверное, точно этой сосне. Потом вот эту я в прошлом, нет, в позапрошлом году. Нет, в прошлом, в прошлом, в прошлом году я с леса принес. Который, кстати, сейчас выпиливают вот с этого места. Там были вот такие рассады. Да, я посадил вот такие вот елочки. И там у меня было пару мест. Сосинки повысыхали, они просто повысыхали. И я их пересадил. Засадил. Да, вот тут кто-то смотрел уже траншея, где я копал. Уже повыскакивали, повыстреливали все травка. Вот эта уже молоденькая травка повыскакивала здесь. Это где вот эти я траншеи копал. Я тогда поливал, поливал. Потом сейчас все этот дождь нормально так пролил. Да, но эту сторону я пока не подключал. Мне как бы особо она не к спеху была. Вот эта труба. Трубу я где-то здесь так поставил, так и прикручу. У меня уже все куплено. Наконечник. Здесь поставлю кранчик. И тут можно будет подключаться и поливать, если что. Там те же самые елочки, сосинки, что-нибудь. Ну и ближе туда тянуть, если что, там где-нибудь. Что-нибудь, как-нибудь, зачем-нибудь. Сам не знаю, зачем и что и почему. Главное, чтобы было. Да. Да, да, да. Вот когда вот сейчас вот такая немножко пасмурная погода, так немножко попрохладнее стало хоть. Но места мы, как солнышко выскакивает, так сразу это какая-то тухотища такая появляется. И уже хочется пойти искупаться. Робарбары у нас тут были посажены. Эти просто от засухи. Просто все тут высохло. Все высохло. И вот он восстанавливается, вот оживает тут. Ну да, Робарбары, я так понимаю, живучее такое животное. Да, надо будет сегодня обязательно тоже купануться. Получить удовольствие от лета, так сказать. А то потом не успеем оглянуться и уже, как там было. Кто там, Шуфутинский или кто там поедет? Это 3 сентября, календаря там что-то. Весь интернет потом опять будет шуметь под этого. Вот и лето прошло, да. Рыбки, 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 рыбки. Так, где тут рыбки? Ну так, по мелочи плавают. Пока так особо не видно. Ну, Харвестер видать там, не видать. Сейчас попробую приблизить, посмотрим. Ну, я пищит, это, наверное, грейдер, который приехал там, да, слышу, как пищит. А этот Харвестер не слышно, как там работает. Да, ливень вчера мочканул, нормальный такой. Тут, блин, у нас там возле, где возле дома, здесь возле машины, тут такая лужа образовалась. Ну, тут такая немножко низиналась получилась, там немножко неправильно. Ну, в итоге, все равно в итоге будем что-то тут заливать чем-то. Это не так страшно. Плюс у меня еще трубы были. Я когда фасадом занимался, у меня эта труба была цельная, да, я ее отпилил, чтобы фасад сделать. Обратно поставить, как бы, ну, я так поставил, так. Ну, конечно же, она тут плюхала так, мимо, да. Ну, у меня тут как бы все прогрунтовано, все тут нормально. Особо тут ничего не вымоет. Ну, и от этого тоже немножко добавило воды. Я ходил, подравнивал тут. Более-менее все остальные нормально там шли, вода. Я как бы заказал в этих узловниках, но что-то вон там пропал этот парень. Metal Master, привет за очень хорошее обслуживание клиентов. То, что вы очень сильно цените своих клиентов, которые вам присылают запросы, и вы потом просто на них ложите один большой, огромный болт. Вот. Так что, к вам я обращаться больше не буду. Вы уж извините, получается антиреклама. Антиреклама тоже реклама. Вот. Поеду где-то, куплю просто в магазине. Мне казалось, раньше у них вроде бы дешевле было, не знаю. Ну, если честно, я немножко лучше чуть-чуть доплачу. Но я спокойно куплю зато этот материал. А не так, что там звонишь, пишешь им. Они типа вроде да-да, а потом хопа исчезают. Я бы с батьки созванивался, он говорит, да, им надо напоминать. Но я понимаю, что у вас там может быть работы там много, или я очень маленький клиент, там 4 трубы, ну, для дома с поворотами. Может, вы не хотите просто бороться от таких маленьких клиентов, как я. Ну, в общем, Металмастер, привет. Да. Не, ну так-то я как бы у них брал, вроде все было нормально. Иногда. Иногда нормально, иногда ненормально. А еще хочу показать, как у нас развивается жизнедеятельность тут. Близко не буду подходить, чтобы их сильно не будоражить. Они уже глазки открыли. Птенцы. Вот и мать тут летает. Наверное, мать. Птичка. А может, и не она, мать. Не знаю, слишком она чирикает. Ну, я раньше, когда они были чисто яйцами, она все время тут сидела. Как они вылупились, вообще ее тут не вижу. Вроде бы живые все. Вроде бы, когда к ним так ближе подходишь, они рты открывают. Будете рты открывать? Будете, не? Ну, да. Ну, значит, она их кормит когда-то. Ну, прикольно. Такие птенчики так. На таком доступном месте. Тут можно подойти, посмотреть хотя бы, как они тут развиваются. Вот эти все птенцы. Ладно, не будем тревожить. Мало ли, это реально мать. Я отойду и поснимаю. Посмотрим, прилетит она или не прилетит. Встанем в стороне. Ну, там что-то чирикает, летает. Не знаю. Вон какая-то птичка. Вон она летает. Летает. Хопа. И села. Сидит. Я спрятался от нее, она подлетела с другой стороны и смотрит, что происходит. Но я думаю, это она. Слишком она как-то возбужденно летала надо мной. Ладно, отойду. Уйду. Пускай кормят своих. А вот они. Натовские самолетики полетели. Как я их поймал, а? Все, над Ливбарзе пролетели. На восточную сторону. Внимание, внимание. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok